Добрый вечер, у микрофона Алексей Венедиктов, по скайпу у нас в прямом эфире Михаил Борисович Ходорковский. Добрый вечер, Михаил Борисович, слышите ли вы нас? Приветствую, Алексей, слышу прекрасно. Отлично. Немудрство и лукаво начнем с одной вашей цитаты. Я напомню, кстати, что вы можете задавать вопросы Михаилу Ходорковскому на смс плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять, не забывайте подписываться. А также мы идем в ютюбе, в прямом эфире. Я, конечно, вам тут не дуть, мне до него далеко, но я попробую использовать то, что Михаил Борисович рассылает в этом смысле. Но боевые действия с властями у нас идут постоянно, и ближайшие, я думаю, что предстоят поздней осенью, поскольку я убежден, что Алексея Навального, вашего тезку, естественно, никто не зарегистрирует. А я считаю, что то, чтобы он участвовал в президентских выборах, было бы крайне важно, хотя понятно, что и в этом случае ему никто не даст победить, но это было бы очень важно для российского общества. И российскому обществу, я подозреваю, предстоит очень серьезное противостояние, а значит, будет много людей, которые окажутся за решеткой. Нет, вы объясняете, что вы имеете в виду, Михаил Борисович, вы говорите, противостояние, боевые действия. Так, опишите это, а в чем противостояние? Ну, мы допустили или допустили? Мы наблюдали это, по крайней мере, дважды весной. Я думаю, что осенью вы будете наблюдать что-нибудь подобное из своего окна, а я, соответственно, в трансляции. Но после этого тысячи людей, с которыми нужно будет работать, это будет серьезное противостояние, что поделать. То есть, правильно я понимаю... Ну, именно я участие в этом приму, я еще пока не знаю, это рано говорить. То есть, правильно я понимаю, что вы прогнозируете, что в связи с тем, что Алексея Навального, скорее всего, с вашей точки зрения, не допустят на выборы, люди выйдут на улицы, их будут хватать, судить и сажать? Я полагаю, что это крайне вероятный вариант развития событий. И, как вы помните, открытая Россия еще на своей конференции весной сказала, что она поддерживает идею регистрации, как и всех кандидатов, и в том числе Алексея. И, соответственно, если этой регистрации не произойдет, то предстоит, естественно, противостояние российского гражданского общества и власти. А ваша роль в этом противостоянии? Лично ваша? Я вам еще раз могу повторить только то, что я сказал, что сегодня этого противостояния еще нет, оно прогнозируется, и прогнозировать в рамках прогноза, ну, вы от меня слишком много хотите. Я хочу знать вашу роль. В предыдущих массовых действиях ваши товарищи помогали юридически. Да? Это я понимаю. Я вам сказал, что, по крайней мере, юридически мы помогать будем, несомненно. А какая еще будет роль, я пока сказать не могу. Боевые дружины? Правовая поддержка будет неизбежна. Боевые дружины? Ну, слушайте. Силовые отряды? Если бы речь была про боевые дружины, я бы сказал бы, что не в переносном смысле, а в прямом. Пока, к счастью, до этого еще крайне-крайне далеко. Считаете ли вы, что в связи с последними событиями, пока мы поговорим чуть-чуть о событиях 2017 года, которые уже прошли, потом перейдем дальше. Считаете ли вы, что происходит эскалация или на самом деле некое выжидание? Сейчас пока идет, я не скажу, что это ни эскалация, ни выжидание. Путин начал свою избирательную кампанию. Мы это все наблюдаем. Его администрация не может ему предложить никакого видения будущего. Поэтому у нас до смешного повторения голый торс, повторения щуки, я не знаю, что там еще он будет повторять, ездит по городам. Ну, это все выглядит достаточно смешно, когда бы не было так грустно. То есть, пока он находится в прежней парадигме. А прежняя парадигма это повторение того, что было с вашей точки зрения там 4 года назад? Повторение того, что было, да, в 2012-2013 году. А скажите, пожалуйста, вот вам, наверное, говорить в каком-то смысле легче, потому что вы наблюдатель оттуда, вы не находитесь в сиюсекундном оперативном действии политическом. Вы все-таки можете наблюдать, и у вас есть время взять тайм-аут, сделать шаг назад. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, 16-17 год в России какие процессы доминируют? В политической, экономической? Ну, я с вами не соглашусь, что я нахожусь в каком-нибудь состоянии наблюдения, более отдаленном, чем, например, вы, находясь в Москве. От вас до тех городов, где проходят протесты, проходили протесты, лететь немногим дольше, а может быть и многим дольше, чем от Лондона до Москвы. Вы туда не летаете, но вы обладаете необходимой информацией и реагируете. И я, к сожалению, не могу прилететь в Москву, но обладаю необходимой информацией и реагирую в той мере, в которой это для меня доступно. Ну, вот давайте про информацию. Давайте, как вам кажется, какие процессы? С моей точки зрения, люди в большей степени остаются в состоянии смирения с застоем. Это, на мой взгляд, более чем заметно. И лишь небольшая часть, молодежная часть, которая ощущает вот этот вот застой, может быть, наиболее остро, она начинает каким-то образом реагировать. Но при этом продвинутая часть общества, к которой я отношу, в том числе и администрацию президента, к слову, она... Продвинутая? Да, конечно, продвинутая. Это люди, которые мыслят, они пытаются отстроить что-то в будущем. Другое дело, что у них не получается. Они не могут найти этот облик будущего. Потому что... Почему? Они же продвинутые. Продвинутые люди, которые не имеют возможности принять соответствующие решения, работают с тем материалом, я в данном случае про Владимира Владимировича, который у них есть. С этим материалом будущего не построишь. А протянуть еще шесть лет на прошлом, я считаю, что эти люди уже начинают беспокоиться, а возможно ли протянуть эти шесть лет на прошлом. Я считаю, что можно протянуть. Но тогда, к концу этого шестилетнего периода, к 2024 году, мы подойдем в том состоянии, что, может быть, не со мной, а с Удальцовым вы всерьез будете говорить про боевые дружины. Понятно. Ну, я так понимаю, что Сергей Удальцов, которого вы, кстати, поздравили, как я видел в Твиттере, во всяком случае, с выходом на свободу, я так понимаю, что он решил поддержать Владимира Путина в следующем электоральном цикле. И в этой связи у меня вопрос не про Сергея, у меня вопрос. Все-таки в России левый поворот? Все-таки Россия левая страна? Все-таки в России левая программа победит? Россия, несомненно, страна левая, Россия, несомненно, страна более чем социальная, и если и когда в России будут проведены, точнее, не если, а когда в России будут проведены честные выборы, то, конечно, представлять российское общество в том новом парламенте будут люди более левые, чем мы с вами, Алексей. С этим надо смириться, к этому надо приготовиться, это надо понимать, что это так будет. Так может быть, Владимир Владимирович, как многие говорят, в той самой замечательной администрации, где работают ваши хорошо знакомые, в частности, Сергей Кириенко, может быть, Владимир Владимирович в этом смысле наименьшее зло? Потому что, если честные выборы, левые, нацики, и мы знаем, да, что есть такие настроения, серьезные, может быть, Владимир Владимирович, он, как это сказать, такой модератор, такой вот при всех минусах? — К глубокому сожалению, это модератор остановки. Вот мы на 18 лет остановились. — Может, хорошо, Михаил Борисович. — Давайте не на 18 лет. Слушайте, страны вокруг развиваются. Я прекрасно помню, как в 2001 году я ездил в Китай, и китайцы мне пытались впихнуть своих рабочих, так сказать, потому что говорили, что эти рабочие чуть ли не в три раза меньше зарабатывают, чем у нас на нефтепромыслах. На сегодняшний день мы знаем, что средний заработок по Китаю выше, чем российский. Ну, куда там дальше отставать? Если мы сейчас зарегулируем интернет, — Мы все регулируем, зарегулируем, вы даже не сомневаетесь. — А все туда идет. То один из последних этих элементов, который нас преимущественно отделяет от стран третьего мира, это наши способности, наши таланты в области связи, в области компьютерных технологий и тому подобное, — Вот мы и там окажемся в глубокой заднице. Вот за ближайшие шесть лет это вполне может произойти. — А вы считаете, что левые или нацисты нас выведут из этой задницы? — Слушайте, ну зачем называть людей нацистами? — Есть нацисты. — Слушайте, есть нацисты, есть фашисты. Их в стране маргинальное количество. Вы посмотрите, вы что, вот этих вот ряженых за 50 долларов, которые на улице вылазят, вы их называете реальными силами, вы от них ожидаете каких-то проблем. Ну, наплевать на них и забыть. Они подкармливаются с той же руки администрации президента. Ну, о чем мы говорим? Нас пугают давно за вшивешим пугалом. Нету его. — Так, хорошо. А левый — это прогресс рядом с Путиным? Рядом с Путиным приход левых — это прогресс. — Я спокойно отношусь к левым. У нас страна с точки зрения сегодня вот и налоговой системы, и социальной защиты, и взаимоотношений к обществу гораздо менее социально ориентированное, чем я вижу на Западе. И это означает, что как далеко бы левые не продвинулись в рамках демократической системы за там одну-две каденции, это не будет в этом ничего страшного. — Вот мне спасибо, Василий Иванович, который через Твиттер посылает мне. Ходорковский ведь сидел вместе с Квачковым. Вы о нем думаете? Думаете ли вы о националистах будущего? Может, это на вас повлияла такая дружба с Квачковым? — Вы слышите, ну не смешите. — Слушайте, не смешите. Вопрос. — Как Владимир Владимирович говорит, не смешите мои скандеры. — Да-да-да, у вас могут. — Так, Квачков маргинал. Квачков маргинал, так сказать, интересный человек, именно интересен своей маргинальной позицией, так же, как Лимонов маргинал. Таких людей в стране не так много. Незачем нас ими пугать. Ну, незачем. Для того, чтобы эти люди вели себя в рамках приличия, существуют спецслужбы, которым за это именно платят деньги, чтобы они не давали возможности людям заниматься, переходить от слов к вооруженным вещам. То есть, за этими пределами этих людей единицы. Этих людей единицы. — Ну, при честных выборах мы не знаем, сколько они получат с этими идеями. С этими идеями православия... — Мы с вами видим за прошедшие 5-10 лет. Ну, не смогли они набрать никакой поддержки. Ну, не смогли. Но вот кроме ряженых мы никого не видим. — Михаил Борисович, сделаю такой пируэт, в связи с... Воскольку мы вдруг выскочили на эту тему. Пируэт по поводу дебатов Алексея Навального и Игоря Стрелкова. Вы наверняка смотрели. У меня два вопроса. Первый — как вы вообще относитесь к дебатам подобного рода? И второй — какой вывод сделали, если что-то сделали из этих дебатов? — Да, слушайте, я спокойно отношусь к всякого рода дебатам. Я считаю, что больше дебат, так сказать, хороших и разных, вступают люди, разговаривают. Не надо придавать такого значения подобного разговорам. Да, мне не нравится, что Стрелков, который признался в том, что он является и по российскому закону, и по международному закону преступником, что он популяризируется. Ну, мне это не нравится. Но это не значит, что то, что мне не нравится, должно быть запрещено. Если бы мы сейчас говорили о том, что с ним говорит реальный человек, который реально вот в эту конденцию, так сказать, может стать президентом, ну, наверное, я бы напрягся. То есть, или в стране такая ситуация, что нацистки, вот как нас попугивают, действительно где-то так высоко, что реальный кандидат в президенты должен с ними разговаривать, находить общий язык. Либо я счел бы, что этот человек с ними слишком близок по духу, что он с ними вот так вот разговаривает. Ну, на самом деле, и то неправильно, и это неправильно. Все неправильно. Да, Алексей пытается продвинуть себя в рамках этой избирательной кампании. Делает это прекрасно. То есть, ему для этого он использовал повод. О нем говорят. Ну, замечательно, поговорили два человека. Вымот я для себя сделал очевидный. Стрелков и стрелковоподобные представляют опасность для общества только в той мере, в которой им дадут возможность спецслужбы брать в руки оружие. Только силовые. Помогут. Только силовые. Помогут, реально. Да, вот в этом тогда они будут, возможно, опасны. А так... Бог с ним, понятно. Пугало в огороде. В этой связи вы бы не сели с ним разговаривать? С Пугалом в огороде? Ну, знаете, я бы не сел разговаривать просто потому, что я не нахожусь в этой позиции. Мне нет необходимости разговаривать с теми людьми, которые мне неприятны. О, как интересно. Михаил Ходорковский в прямом эфире «Эхо Москвы». Вот счастливый человек перед нами. Человек, который может разговаривать только с людьми, которые ему приятны. Давайте будем ему неприятны. Или интересно. А, интересно. Или интересно. Хорошо. Михаил Ходорович, возвращаясь к своему вопросу, тренды в российской политике и экономике в международке. Давайте все-таки разберем. Как вы считаете, в российской политике или то, что называется рзацполитикой, в политическом смысле, мы движемся куда? К глубокому сожалению, мы не знаем, куда мы движемся. Подождите. Это значит ли это, что вы допускаете, что Владимир Владимирович может сделать пироид на левой ноге и на своем четвертом сроке оказаться как на первом? Ну, не демократическим, а прозападным, реформистским, поменявшим направление и вектор. Что значит, мы не знаем куда. Объясните. Мне бы хотелось в это верить. Ну, вера это дело такое. Да, но я не могу. Я не могу в это поверить. Нет, такой пируэт вряд ли. Проблема в другом. Мы видим с вами, что Владимир Владимирович, чем дальше, тем больше управляется, манипулируется его окружением. Вы это видите? Да, конечно. Ну, посмотрите, сейчас на всю страну гремит башнефть. Так. Мы с вами прекрасно помним, какую позицию Путин занимал по башнефти вначале. Она была, в общем, экономически обоснована, что ни хрена из одного государственного кармана перекладывать бабки в другой государственный карман, когда можно получить живые деньги с рынка. Ну, всем это было понятно. Страна не такая богатая. Игорь Иванович Сечин сказал, нет, не пройдет, это будет мое. Ну, смотрим, его, его шельма. Ну, что-то у вас личное с Игорем Ивановичем. Я даже не знаю, я даже не знаю, что, но он мой любимый пример. Да, я понимаю. То есть, иными словами, с точки зрения политики, да, вы считаете, что президент Российской Федерации стал менее самостоятельной фигурой? Стал менее самостоятельной, и поэтому, действительно, мы не можем до конца понимать, что нас ожидает в ближайшие шесть лет, потому что Путин-то все тот же. А вот кто к уху доберется, здесь, конечно, есть некий вопрос. Вы уверены, что он будет кандидатом? Владимир Иванович. Ну, я ни в чем не уверен на сто процентов, но со всей доступной мне вероятностью я считал, что несомненно будет. Иначе, ну, что, он совсем сошел с ума тратить свое время на поездки по городам, на ловлю щук, на пугайку. Или реально ему было и то, что на телевизоре нравится. Ну, наверное, человек начал избирательную кампанию, так как он себе ее представляет. Тренд политический понятен, давайте поговорим про экономический тренд. Как вам кажется, что делается в российской экономике, это куда? В российской экономике стабилизец. Там мы падали-падали, дальше, так сказать, падать уже некуда. Наступил стабилизец. Плюс-минус, так сказать, полпроцента рост или падение. С учетом нашего госкомстата, это с высокой степенью уверенности говорить нельзя. Да, но мы болтаемся вот вокруг того днища, до которого мы допадали. Какие проблемы здесь очевидны? Исчерпаемость легких нефтяных и газовых запасов. В условиях технологической блокады себестоимость по мере их исчерпания будет расти достаточно быстро в течение ближайшего десятилетия. Если не будет адекватного роста мировых цен, значит будет сокращаться та маржа, которая на сегодняшний день все еще направляется в бюджет. С точки зрения технологий мы с вами видим. И при отсутствии технологических санкций у нас все было не слава богу. Помните советский анекдот? Советские микросхемы имеют четыре ножки и две ручки для переноски. Ну, немногое изменилось, к сожалению. А в условиях технологической блокады я большой пессимист в отношении того, что сегодняшние дети, сегодняшние студенты, сегодняшние выпускники технологических вузов смогут найти внутри страны высокооплачиваемые рабочие места именно в сфере своей деятельности. Потому что этих технологий внутри страны нет. Потому что если ты хочешь заниматься современной наукой, современными технологиями, тебе надо уезжать за границу. В этом проблема. В этом проблема для страны реальная. Мы пока делаем диагноз, потом будем говорить, как это все лечить. И последний вопрос в этой части. Наше внешнее окружение. Наши друзья и наши враги, которые помогают или мешают нам жить. Вы санкции поддерживаете? Вот эти, которые сейчас Трамп подписал. Я, конечно, не могу поддерживать санкции, в результате которых стране заметно хуже. Я понимаю их неизбежность. Потому что мы все сделали для того, чтобы нас в конце концов... Хотел грубое слово сказать. Скажите, прямой эфир. Примели. Понятно, что Америка преследует некие свои бизнес-интересы. Они, в общем, достаточно очевидны. Но если бы мы не дали повода, то, конечно, страна, которая выступает за глобальный рынок, не смогла бы использовать вот эти вот торговые инструменты для того, чтобы прижать Россию, прижать наши возможности в Европе. Но, Михаил Борисович, вы говорите о поводе. Это все равно как сказать, что девушку изнасиловали, потому что она вышла в мини-юбке. Дала повод. Ну, это же не серьезно. Дала повод. Или это насильник, или она дала повод. Значит, понимаете, девушка, которая вышла в мини-юбке, это один разговор. А девушка, которая взяла деньги за сексуальные услуги, и потом всему миру говорит, ну, я, конечно, не брала за сексуальные услуги в рамках американских президентских выборов, но вы же понимаете, что я, конечно, эти сексуальные услуги способна оказывать. Это немножко другой разговор. Это немножко другой разговор. К сожалению, нам сейчас предстоит получать за эти оказанные или не оказанные сексуальные услуги по полной мере. А вот скажите мне, пожалуйста, вы сказали, что вы санкции не поддерживаете. Я переформулирую вопрос, потому что, ну, ответ ваш такой маневрируемый. А эти санкции справедливы? С вашей точки зрения. Еще раз. Не поддерживаете, а справедливые. Можно не поддерживать справедливые санкции. Я не американский гражданин. А, подождите, кстати, был вопрос. Владимир Михайлович, извините, у вас какое-нибудь гражданство, кроме российского, есть? Нет. Нет, понятно. Нет, к счастью... Жаль, не удалось поймать, ну хорошо. К счастью, меня не поставили перед таким выбором. Ну, понятно. То есть вы российский гражданин и все? Да, я по-прежнему только российский гражданин, и поэтому имею возможность принимать участие во всех российских общественных процессах. Так вот, я не американский гражданин, чтобы говорить, справедливо для моей страны вводить эти санкции или несправедливо. С моей стороны, со стороны российского гражданина, это хреново, потому что ввели эти санкции. Надо подчеркнуть, я сейчас говорю про санкции, конечно, технологические, про санкции, которые бьют по промышленности. Те санкции, которые введены или будут вводиться персональные, я, не побоюсь этого слова, я поддерживаю. Потому что, ну, если мы сами, если наша собственная судебная система не способна справиться с нарушителями прав человека, вот если нам, мы не преследуем тех людей, которые сажают своих сограждан на бутылки, то хорошо, пусть это делают американцы, пусть они их преследуют. Если в результате этого права российских граждан будут хоть на пять копеек больше защищены, спасибо. Спасибо, спасибо. Я вот совершенно не соболезную тем российским нарушителям прав человека, которые в результате этого не смогут свои бабки хранить в Америке, которые в результате этого не смогут ездить на курорты. Нравится им нарушать права человека, не нравится нести за это ответственность, ну, сидите в той, в которую вы нас всех засовываете. Подождите, мы тоже сидим в ней. Вы нас туда вместе за всех засовываете, все 146 миллионов. Да, к глубокому сожалению, там сидит 146 или 142 миллиона, но эти-то оттуда хотят выбраться в индивидуальном порядке. И при этом остальных-то заталкивая поглубже, а ведь американцы в этой части, вот если мы говорим про персональные санкции, они же их вводят не против 142 или 146 миллионов, они их вводят против тех людей, которые сильным образом нарушают права человека и не преследуются за это в Российской Федерации. Там же очень конкретные ограничения. И я считаю, что если нам это помогает в нашей работе, в частности, в работе той организации, в которой я принимаю участие, в борьбе за права человека, если мы можем сказать какому-нибудь полицейскому, что если ты будешь бить ногами человека во время митинга, то, извини, парень, но когда ты соберешься в поездку в Европу, на выписанную тебе щедрой рукой Собянина премией, то ты туда и не поедешь. Михаил Ходорковский, мы вернемся сразу после новостей. Михаил Борисович, Матвей спрашивает вас, это у меня в Фейсбук, как понимать вашу диковинную сентенцию, возможная победа Навального на президентских выборах приведет к тяжелым временам? И даже государственное агентство впервые за 10 лет упомянули Ходорковского, цитирует. Такое счастье пришло. Да, 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 я уже балдею. Прилетело. Тем не менее, объясните, пожалуйста. Государственное агентство. Я уже начал с этого, Алексей, что... Давайте подробнее. Да, мы, естественно, поддержали, я когда говорю мы, это я и мои коллеги из Открытой России, мы весной поддержали идею, что Алексей выдвигался в качестве кандидата в президенты. Понятно, что речь идет не о том, чтобы он избрался. Естественно, речь идет не об этом. Зачем участвовать в президентских выборах, чтобы не побеждать? Давайте будем серьезными людьми. Да, будем серьезными. Зачем участвовать, если не побеждать? Давайте не будем за него догадываться, для чего он участвует. Он говорит, что победить. Давайте оценивать так, как это реально оценивать. В 2018 году, конечно, он ничего не победит. Даже если его зарегистрировали. В 2018 году для него задача, практически невозможная задача зарегистрироваться. Но эту невозможную задачу, я считаю, крайне важно для российского гражданского общества решить. Потому что в результате этого политическая конкуренция пройдет туда, где она, собственно говоря, и должна быть на вершину гласной пирамиды. То есть, это вопрос не Навального, а конкуренции? Да. И эта позиция та, которую я занимал, и я эту позицию не меняю. Нет, Михаил Борисович, ответьте на мой вопрос, пожалуйста. Михаил Борисович. Я продолжаю. Нет, это вопрос, это я вставляю, извините. Это вопрос не Навального, это вопрос реальной конкуренции. Для вас он важнее. Совершенно точно. Вот я уточнил. Совершенно точно. Это вопрос реальной конкуренции. Я свою позицию по этому вопросу не меняю, но я не меняю свою позицию по другому вопросу. Я четко сформулировал еще в 2001 году, а потом... Кто помнит-то, господи, очнитесь. Повторите. Слушайте, вы-то помните. Я поэтому и ссылаюсь. Я ничего не помню. У меня Эльцгеймер. Да, я старый. Рассказывайте, в чем ваша позиция по поводу возможной победы Навального или Навального президента? Я твердо убежден, что в России каждый добрый царь спустя короткое время становится не отцом, а суку. Мы это наблюдали, наблюдали неоднократно, даже вот за нашу жизнь, так сказать, и Бориса Николаевича мы помним, и Юрия Михайловича мы помним, так сказать, в меньшей мере, да. Я абсолютно убежден, что это присуще той системе власти, которая есть в нашей стране. Именно поэтому я не считаю разумным, целесообразным играться в доброго царя. Я убежден, любой добрый царь будет строить на той платформе, которую в свое время создал Борис Николаевич Ельцин и развил Владимир Владимирович Путин, такую же ровную систему. Даже если он этого не хочет. А почему? Вот он придет и вместе с вами изменит систему. Вы в это не допускаете? Мне крайне сложно поверить с учетом моего опыта, что человек, которого не будет толкать к этой ситуации его собственные интересы текущие, будет это делать. Это очень непонятно совсем, что такое толкать собственные интересы текущие. Вот представить себе, что человек пришел к власти, он хочет много чего изменить. У них в фах есть полная власть. Теперь ему говорят, парень, выбери, пожалуйста, либо ты, пользуясь этой властью, начинаешь менять, а менять в стране много чего надо, либо ты отказываешься от этой власти полностью или частично, передавая ее парламенту, где сидят разные непонятные удальцовы, с которыми, так сказать, непонятно еще как придется договариваться. Удальцовы и Володины, напомню. Да, Удальцовы и Володины. Так вот, мое убеждение, что глубокая ошибка использовать созданную, вот эту вот созданную Ельцином в 93-м году монополию на власть, для того, чтобы попытаться демонтировать самодержавие, вот так вот не получится. А поскольку системы в стране уже подразрушены Путиным, и за предстоящие 6 лет будут разрушены еще в большей мере, страна стоит на месте, а весь мир куда-то двигается, то на этих развалинах хорошо жить уже не получится, даже нормально жить уже не получится. Когда 4 года зарплата не растет, а падает, это печально, но люди еще те как. Когда 10 лет зарплата не растет, а падает, но я не знаю, кто будет это дальше. В чем тут президент Навальный падает зарплата? Поэтому попытка построить эту систему заново, это штука ошибочная. Я считаю, что в стране единственная нормальная смена власти, которая может быть, после чего страна начнет развиваться, это переход к парламентской, ну или там на промежуточном этапе президентской парламентской республики. Мы спросим, Алексей Анатольевич, готов ли он на такой переход, но нам показалось всем. Поэтому когда мне задали вопрос, а что будет, когда на место Путина придет другой человек, неважно здесь, Навальный, не Навальный, не принципиально. Я говорю, если на место Путина придет другой человек, запасайтесь. Хорошо не будет. Подождите, а если Путин останется, все равно запасайтесь? А если Путин останется, тем более запасайтесь, потому что он еще к тому же и старый. Я, тех, кто читал не «Медузу», а реально, как вы послушали мое интервью полностью, вы заметили, что я там сказал, что любая смена власти все равно хорошо, потому что вначале воруют меньше, вначале более либеральны, даже как Путин и его команда. Это со временем потом накапливается все это дерьмо. Михаил Борисович, многие поняли, и я в том числе, что, говоря вот эту дикованную сентенцию, как пишет Матвей, вы имели в виду еще и особенности характера Алексея Анатольевича, особенности создания его команды. Или мы вас неправильно поняли, что это человек авторитарный, и поэтому ему в этой системе будет комфортно? — Слушайте, я с Навальным лично не встречался. — Здрасте вам, пожалуйста. — Да. — Нет? Никогда? — Я с ним только общался по видеосвязи. — У вас же есть впечатление от его действия, от его заявления, от его... — Слушайте, ну что я буду в психологии копаться? — Конечно, это очень важно сейчас в психологии Путина. — Я не собираюсь, так сказать, вероятность в 2018 году, вероятность того, что Путин уйдет, 0,1%. Поэтому, ну что мы будем копаться, так сказать, в том, что значения не имеет никакого? — Михаил Варьев, вы любите? — Он ваш союзник. — Подождите, он ваш союзник. — Я еще раз закончу. Значит, именно поэтому, мне без разницы, фамилия человека, который придет на место Путина. Я считаю, что на место Путина прийти не должен никто. Точка. — А, в этом смысле? — Да. — Так не бывает. Ну, вы прям как будто вы щуку поймали, а не Путин, и загадали желание. Но святое место, оно святое, пустое не бывает. Это будет либо ротация внутри правящей команды, либо каким-то образом там возникнет другой человек. — Я с вами категорически не согласен. Я считаю, что единственная реальная смена власти, которая возможна в стране, вот если реальная смена власти, то только смена нынешней системы на парламентскую, ну или крайний случай промежуточную президентскую парламентскую. — А как это вообще? По щучьему велению? Как она произойдет? По щучьему велению? — Вариантов достаточно много. Ну, а как вообще смена Путина может произойти? То есть, либо он сам себя поменяет. — Дмитрий Анатольевич Бис какой-нибудь? — Дмитрий Анатольевич, он себя не поменяет. — Нет-нет, ну какой-нибудь там, не знаю, Вячеслав Викторович, там Сергей Семенович, там сейчас я всех заваривать буду. — Либо он сам себя поменяет, что, на мой взгляд, маловероятно. Либо, если он под давлением гражданского общества и внешних обстоятельств, будет вынужден. Если он будет себя менять, то моя точка зрения, что единственный, наиболее безопасный путь, который можно придумать, — это, конечно, не передавать свое место кому-то другому. Это, конечно, разделить ту власть, которую он на сегодняшний день имеет, по крайней мере разделить ее между правительством, парламентом, и, если требуется уж, так сказать, так необходимо, сохранить позицию президента, как там, главнокомандующего и так далее. Вот это ему и в некоторой степени, в меньшей, конечно, степени его окружению дает какие-то гарантии. — А гарантии на что? — Гарантии безопасности. Гарантии сохранения какого-то влияния в стране, существенного влияния в стране. Потому что мы прекрасно знаем, что если будут проведены честные выборы, то Путин и его, так сказать, команда с высокой степенью вероятности наберут порядка 30%, 30-40%. — Ну, относительное большинство, скажем так, да? — Да. — Как минимум. — Это будет существенная часть парламента, и это, в общем, серьезные гарантии безопасности. Я считаю, что если он реально захочет уходить, то безопасный путь для него именно переход к парламентской или президентской парламентской республике. Я это говорил еще в 2001 году, мы это обсуждали с господином Морозовым, он по-прежнему во власти, но теперь он, так сказать, боится вспоминать об этом событии в нашей истории. Тогда мы думали, что Путин все-таки будет уходить своевременно, через два президентских срока. И говорили о том, что хороший для него вариант — это возвращение в большей или меньшей степени Конституции 1993 года. Лично для него это хороший вариант. — Михаил Борисович, а кто последний раз вам говорил, что вы наивный? — Мне бесконечно это говорят. Помните? Будьте реалистами, требуйте невозможного. Это моя позиция. — Так, понимаю. В этой связи 18-й год. Давайте посмотрим. Вот Алексей Навальный, опять же, уже в эфире «Эхо» говорил о том, что, когда он встречается и едет по штабам, ему не задают вопросы ни про Яблоко, ни про Парнас, ни про Ходорковского. Его штабисты молодые, мы их видим на фотографиях, видео, их интересует совсем другое. Их интересует федеральная повестка дня как коррупция, и их интересуют их местные проблемы. Вы в это верите? — Я вполне допускаю, что ребята в регионах настолько продвинуты, которые собрались в качестве волонтеров, для того, чтобы всерьез интересоваться федеральной повесткой и тому подобное. Поскольку мои коллеги, которые собрались в открытой России, они во многих регионах, собственно, и составляют в большей или меньшей степени эти штабы... — Так. То есть вы внедряете своих людей к Навальному? — Ну, при чем здесь внедряют? — В регионе... — Я спросил? — У вас все-таки такая-то немножко кремлевская... — Но вы с мое походите там, и так, естественно, все влияют на меня. — К глубокому сожалению, в наших регионах политически активной молодежи не так много. И, естественно, эти люди все собираются вокруг тех задач, которые необходимо решать сегодня. Вот сегодня они решают эту очень важную задачу, которую мы, я еще раз говорю, весной еще поддержали. И я этих ребят знаю, хорошие ребята, которые вполне способны воспринимать федеральную повестку и говорить именно о ней. — Вот смотрите, Михаил Борисович, такой казус Ройзмана, который вы, наверное, тоже наблюдали, да, значит, не удалось человеку, я же к регистрации, да, не удалось Евгению Вадимовичу зарегистрироваться кандидатом в губернаторы, и Навальный и Ройзман призвали бойкотировать выборы в Екатеринбургской области. — Вопрос. Если Навального не зарегистрируют кандидатом с большой долей вероятности, как вы считаете, какая, с вашей точки зрения, должна быть позиция оппозиции, то есть людей-сторонников Навального и ваша отдельно? — Мы обсуждали этот вопрос еще весной и разговаривали с Леонидом Волковым, который, на мой взгляд, сказал правильную вещь. Он сказал, давайте кушать слона по частям. Вот сейчас мы решаем одну задачу, а когда и если эта задача поменяется, то будем решать другую задачу. — Сегодня ситуация в стране меняется настолько быстро, что говорить, какая будет позиция через три месяца, ну, это такое гадание на кофейной гуще. Ну, мы можем с вами что-то там погадать, но смысла в этом никакого нет. — Нет, у вас есть понимание. — Будет это место, будет это время, будет это решение, будем решать. То, что конфликт в этой ситуации неизбежен, я сказал в начале передачи. То, что в рамках этого конфликта с высокой степенью вероятности сотни и тысячи людей будут арестованы, и этим людям нужна будет права и поддержка, практически стопроцентная вероятность. Значит, будем ли мы этим заниматься? Этим мы будем заниматься. — Да, это вы сказали, но ведь вопрос в другом, что может возникнуть другой кандидат оппозиционный, то есть не может возникнуть, он уже возник, и зовут его Григорий Алексеевич Явлинский, который будет пытаться зарегистрироваться. Или возникнет другой кандидат из этого набора, какой-нибудь там из Парнаса или еще кто-нибудь, или вне партии кандидата. — Еще раз, ну что мы будем... — К этому готовят... — Михаил Борисович, вы лукавите. Я вас знаю как человек из системы. Вы давно готовы к тому, что Навального не зарегистрируют. У вас уже сложилась позиция, и точно у вас уже сложилась структура. Поэтому я хотел бы понять, какие варианты. — Я еще раз вам повторю, вот вы в данном случае пытаетесь спросить, а что будет, когда сложатся вот такие вот обстоятельства. — Вы сказали, что Навального не зарегистрируют, скорее всего. — Я не знаю, что это. — Потому что кроме того, что Навального не зарегистрируют, после слов Панфиловой, это там 98%, то кроме этого еще будет 101 обстоятельства. Будут люди огорчены этим ситуацией настолько, чтобы выйти на улицу, или не будут огорчены они настолько. Будет ли экономическая ситуация в стране такая, что людям уже достало и обрыдло, или не будет такая экономическая ситуация. Будут ли вы в лице Удальцова 10 раз, или еще других Удальцовых, еще там 3 раза поменявшие свою позицию к тому моменту, как на самом деле и все политики, призывать людей к забастовкам и прочему противостоянию. Или не будут они к этому призывать тех людей, на которых они имеют влияние. Я всего этого не знаю. Что будет делать с администрацией президента? Будет ли там по-прежнему Кириенко, который не хочет силовых действий? Или к тому времени там будет не Кириенко, а, так сказать, любимый мной Игорь Иванович Сечин, который будет пытаться людей сажать там на 10 лет по обвинению в шпионаже на иностранные державы? Ну, не знаем мы этого ничего. Не знаем. Поэтому варианты есть, рассказывать их сейчас бессмысленно, потому что это гадание на кофейной гуще. Ну, это, конечно, и гадание, и, конечно, это лукавство. Ну, ладно. Хотите лукавить – лукавьте. Ваше право. Ваше право. Алексей, когда вы задаете эти вопросы и говорите, что вы точно знаете, что человек знает на них ответ уже сегодня, и это лукавство, то это ваше лукавство, потому что вы таким образом пытаетесь представить людей какими-то скрывающими реальную позицию. Ну, конечно. А на самом деле, а на самом деле это ведь не так. У нас вот таких вот хитрых людей на сегодняшний день не так много, к сожалению, осталось. Все остальные, они там Украиной занимаются. Да, про Украину хотел спросить. А все остальные простые. Да. Хотел вас спросить, Украина, украинцы и россияне – это один народ? Это единый народ? Какой? Ну, части народа. Так же, как там, я знаю, Волокжане или Петчане? Если бы вы меня спросили об этом три года назад, я бы вам без всякого сомнения сказал «да». Что изменилось? Сегодня между нами кровь. Силами этой власти между нами кровь. То, что у нас десятки миллионов семей, и в том числе моя семья, разделены между Россией и Украиной, это, конечно, делает нас родственными народами, но на сегодняшний день мы уже не сможем в ближайшие десятилетия. А может быть, с учетом сегодняшних темпов жизни, уже никогда жить как прежде вместе. Ну, Михаил Борисович, у нас была чеченская война, и между нами была кровь. Между Москвой и Грозным. И десятки тысяч людей потеряли близких. Так, и русские, бежавшие из Грозного, да, при Дудаеве. Мы с вами были свидетелями этого, при нашей жизни. Живем в одном государстве. Живем в одном государстве. Россияния. Мы, несомненно, живем в одном государстве, но означает ли это, что та часть нашего государства, которая удерживается под контролем бандой Кадырова, ощущает себя именно частью России, я не знаю. Я хотел бы это узнать, но, видимо, без восстановления реального конституционного порядка в Чеченской Республике, узнать это не представляется возможным. Я же не про людей, я про людей. Я про жителей. А я тоже про людей. Я именно про людей. Я не знаю, на сегодняшний день люди в Чечне, вот сегодня уже, спустя еще 4 года после моего освобождения, ну там 3,5, они ощущают себя частью России? Или это им навязывает Кадыров для того, чтобы иметь возможность под прикрытием вот этой риторики грабить не только российский бюджет, но и российский бизнес, и чеченский бизнес в России, и тому подобное. Я не знаю. Последний вопрос, Михаил Борисович, у нас полторы минуты. Российская, будущее России, это федерация или унитарное государство? Это федерация такая же, как вот там Чечня, там Ленинградская область, там Дальний Восток. Без всякого сомнения, если у нашей страны будет эффективное будущее, будущее эффективного государства, то это будет будущее только в составе реальной федерации. Там, где есть сильный парламент, где собираются представители российских регионов, представители российских городов, которые по-разному развиваются, какой-то как Чечня, какой-то как Санкт-Петербург, какой-то как Кемерово, и вместе договариваются о том, как они будут вместе строить свою жизнь. Вот это реальный путь к развитию страны. Все остальное, это путь к стагнации и угасанию. То есть, вам не представляется, что вот это сепаратизм, это угроза? Я не считаю, что наше географическое положение дает основание к сепаратизму серьезных частей Российской Федерации. В Российской Федерации до сегодняшнего дня, несмотря на все попытки этой власти, по-прежнему европейско-центричная страна. У нас 120 миллионов из 140 с лишним живет по эту сторону Уральского хребта. У нас россияне, как бы они про себя ни говорили, люди европейской культуры. Мы часть европейской культуры, и европейская культура это мы. Спасибо большое, это был Михаил Ходорковский. Надеюсь, мы еще с вами ближе к регистрации и нерегистрации, дабы помериться лукавством. С вами встретимся в эфире и посмотрим, насколько я был прав.